О событиях этого дня в материалах корреспондентов программы новостей в студии Марина Павлова. Здравствуйте! Вначале коротко о главном. В лицее номер 3 торжественно открыли 20-е рождественские чтения. В этом году их посвятили вызовам человеку и его духовному выбору. Наталья Шерлина расскажет, какие советы священнослужители давали подросткам, в частности о том, как не пасть духом в нынешнее время, что именно воспитывать в себе. Участники 20-х муниципальных рождественских чтений в этом году собрались в Домодедовском лицее номер 3. Этот честный разговор помогает донести детям понимание о ценностях, а еще это возможность для взрослых расставить маяки в океане современной жизни молодежи. Понять, что вас волнует, какие ценности вам присущи, какие ценности вы считаете наиболее приемлемы для вас лично, какие не приемлемы. В этом году темой чтений стали глобальные вызовы человечеству и духовный выбор человека. Свой пример привел настоятель Христа Рождественского храма, что в микрорайоне Барыбина. Ирия Алексея Сизенцев рассказал об исповедовавшемся ему добровольце. Это был мужчина преклонных лет. Священнослужитель дословно передал его ответ на вопрос, почему же решился пойти защищать Донбасс. Я однажды увидел по телевизору аллею арку, я больше не видел для себя возможности оставаться здесь снова. Хотя у меня тоже крови детей. Но я офицер. Пусть не военный служащий, но я офицер силовой структуры. И поэтому я, как мужчина, не могу оставаться в стороне. И таких случаев тоже множество. Конечно, выявилось, что действительно много у нас противоположных. Но когда ориентирует это дрожание, мне кажется, вот этот тест на человечность должен присутствовать. Говоря о самоотверженности или трусости, настоятельница Серафима Знаменского скита, Игумения Иннокентия, подчеркнула, не стоит осуждать уклонившихся от мобилизации просто неведомо им самообладание. А это, по словам Игумения, Божия благодать и воспитание самого себя. Жизнь христианская – это личность, во-первых, и конкретная. Во-вторых, это не учение, это не что-то такое. Это становление личности. Вот и все. Идея наша – это Христос. Хороший, плохой и так далее. Разве мы бываем. В жизни одно и то же хорошее, может, такое не происходит. Но вы должны иметь стержень. Понимаете? Стержень. Разговоры о важном иногда прерывали. Исполнения сольные и хором стали украшением открытия рождественских чтений. В этот день говорили и о волонтерстве. Как пополнить ряды желающих помогать, как скажется это на становление личности ребенка. До середины декабря в рамках муниципальных рождественских чтений пройдет выставка рисунков и прикладного творчества, а также хоровой конкурс. Наталья Шернина, Виталий Ефремов, Андрей Егоров, Домодедовское телевидение.